МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У нас сформировано три бригады монтажников, высотников при каждой вышке. Как идет подготовка к зимнему сезону, узнаете в ближайшее время. Они не только сохранили коллектив, не только сохранились как предприятие, они даже нарастили объем. Глава округа посетил производство огнезащитных составов. Калорийность, она как раз соответствует потребностям возрастным. Меню включает в себя обязательно завтрак. Это каша, бутерброд, фрукт и напиток. Чем сейчас кормят детей в школах, узнавал Григорий Борванин. Я благодарен каждому из вас, потому что каждый из вас носит именно ту крупицу, наши общие результаты, что мы на самом деле звучим. Как в Люберцах отметили день тренера, расскажем в репортаже. А теперь подробнее об этих и других новостях. Итоги минувших семи дней и планы на предстоящие рабочие будни. В администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. С отчетами руководителей управления и ведомства знакомилась и наша съемочная группа. На минувшей неделе более 1700 жителей Люберец обратились с заявлениями в полицию. По 17 стражи порядка возбудили уголовные дела. Нераскрытыми остались только два преступления. Также было 145 ДТП. Сами пострадавшими, больше никаких резонансных преступлений не было. 34 выезда по сигналу тревоги осуществили Люберецкие пожарные. В четырех случаях пришлось бороться с огнем. Все происшествия обошлись без пострадавших. Кроме того, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона оказывали помощь коллегам из соседних округов. Также три раза оказывали помощь службам скорой медицинской помощи и полиции. Два раза вскрытие дверей, ну а остальное – прочее происшествие. Система ЖКХ работала стабильно, без аварийных отключений. Отопительный сезон проходит в округе в штатном режиме. Ежедневная дезинфекция подъездов также идет по графику. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу дезинфекции. Осуществляются выездные проверки. Правящие организации в обязательном порядке ежедневно отчитываются в проведении дезинфекции подъездов посредством мобильного приложения, контролируемого Главным управлением горжелинспекции Московской области. На оперативном совещании обсудили ремонт и содержание дорог, благоустройство общественных пространств, работу с обращениями граждан, а также спортивные достижения и ситуацию в сфере здравоохранения. Продолжается смотр техники и оборудования перед началом зимнего сезона. На этот раз свою готовность встречать снегопады показала управляющая компания «Содействие». В зону ее обслуживания входят поселки Тамилина, Красково и Октябрьский. Подробности далее. Ежегодно компания «Содействие» пополняет арсенал спецтехники, предназначенной для работы в зимнее время. На этот раз она приобрела три трактора, одну автовышку и семь снегоуборочных машин. Сотрудники организации готовы справляться с осадками и наледью не только на придомовых территориях, но и на крышах домов. У нас сформирована бригада, три бригады монтажников, высотников при каждой вышке. На случай каких-то аварийных ситуаций, огромных снегопадов, наледи, оттепели, еще три бригады будут сформированы. Все равно всего шесть бригад. Оснащенность управляющей компании проверил глава округа Владимир Ужицкий. Он подчеркнул, что специализированной техники и рабочей силы должно быть достаточно, чтобы в любую минуту справиться с любыми капризами погоды. У нас от бильных снегопадов два-три не более происходят за зиму, где выпадает месячная норма. Вот мы к этому должны быть готовы, что это не внезапно. А все остальное, если в плановом режиме, значит, то здесь все необходимо есть, люди есть, техника есть, поэтому я надеюсь, что мы зиму пройдем без катаклизмов. По количеству обслуживаемых домов компания «Содействие» вторая после ЛГЖТ. Под ее управлением находится 330 МКД. Это весь поселок Томилино, 80% Красково и 90% Октябрьского. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Замок и пломба против ножовки по металлу и кусачек. Специалисты госжилинспекции совместно с управляющей компанией отправились в рейд. В первую очередь проверяли безопасность чердаков. Легко ли постороннему проникнуть на крышу, узнавали мои коллеги. Даже если сильно захотеть, попасть на крышу в этом доме вряд ли получится. Вход охраняет большой замок. Желающих забраться на крышу ради забавы достаточно. Чтобы таких случаев становилось меньше, специалисты госжилинспекции регулярно проверяют безопасность чердаков и работу сотрудников управляющих компаний. Проверяют закрытие чердаков, а именно наличие замков, пломб, а также маркировки с указанием местонахождения ключей. В случае обнаружения нарушений сотрудник также фиксирует в мобильном приложении, описывает это нарушение и должно быть устранено в течение суток. Подъезда подъездом, чердак за чердаком. Каждый день специалисты управляющей компании обходят все дома. Даже если замок на месте, не лишним будет проверить его надежность. Не остаются в стороне жильцы многоэтажек. Они сразу же звонят в ЖЭУ и сообщают о том, что на чердак пытаются войти постороннее. В течение года фиксируют 5-7 незаконных проникновений на чердак или технический этаж. Как правило, большая часть на высотное здание старается. Но дело в том, что у нас перед тем, как зайти, у нас есть решетка, а потом еще чердачные замки. И вот люди, молодежь особенно, старается сломать. Но, как правило, это очень редкость. Все равно, я говорю, если даже происходит такое, мы стараемся как можно быстрее принимать решения по этим замкам, решеткам, быстренько восстанавливаем. Чтобы число незаконных проникновений на чердак приблизилось к нулю, в управляющей компании приняли решение все выходы на крыши в многоквартирных домах оборудовать антимандальной системой. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе работает один из крупнейших производителей огнезащитных составов. Уникальное предприятие в Краскове посетил глава округа Владимир Ружицкий. Огнезащитный лак и краска для дерева и металла, противопожарные штукатурные смеси и огнебиопропитки. Более 17 лет продукция Машковского завода покрытий и красок защищает от огня объекты энергетической, авиационной, космической, химической, нефтегазовой и других отраслей. Завод выпускает более 20 наименований товаров по собственной рецептуре. Все краски, все составы противопожарные, которые выпускаются на нашем предприятии, разработаны нашей научно-исследовательской лабораторией. Все наши сотрудники по специальности химики. Поэтому все составы разработаны нашими сотрудниками. Покрытия, производимые предприятием, защищают от пожаров не только промышленные, но и социальные объекты. В этом году к таким добавились временные госпитали для лечения больных коронавирусом, чтобы обеспечить быстрое строительство лечебниц в пиковые периоды. Завод работал в увеличенную смену без выходных. Они не только сохранили коллектив, не только сохранились как предприятие, они даже нарастили объемы, потому что спрос на их продукцию сегодня существует и востребован. Поэтому мне хотелось бы пожелать дальнейших успехов коллективу. Понятно, что времена непростые, но я хотел бы, чтобы у них все получалось. На Машковском заводе трудится 104 специалиста. Из них 47 непосредственно задействованы в производстве. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жители Московской области могут выбрать лучшего, по их мнению, народного доктора. Голосование стартовало на портале Добродел. В нем участвуют почти 24 тысячи подмосковных врачей всех специальностей. Из них более тысячи работают в больницах и поликлиниках Люберецкого городского округа. Для того, чтобы проголосовать за врача, надо зарегистрироваться на сайте Добродел, зайти в раздел «Голосование», выбрать «Народный доктор», после чего кликнуть на соответствующий городской округ, набрать имя врача, за которого вы хотели бы оставить свой голос и проголосовать. Голосование продлится до 1 декабря. После чего мы узнаем именно двух победителей – детского народного доктора и взрослого народного доктора. Руководители общеобразовательных учреждений, глава Люберец Владимир Ружицкий, а также председатели родительских комитетов и поставщики школьного питания встретились за круглым столом. На собрании обсудили актуальные вопросы, связанные с качеством школьного питания, и рассмотрели предложения по его улучшению. Подробности далее в сюжете. Не только вкусно, но и полезно. Такая задача стоит перед организациями, ответственными за школьное питание. Общее образовательное учреждение Люберец, в которых нет своего пищеблока, обслуживает один и тот же поставщик. В 20-й гимназии, например, в этих услугах не нуждаются. Горячие завтраки и обеды готовят на месте. Геркулёсовая каша с какао, с хлебом. И сыр с творогом. Вкусно очень. Качество школьного питания под тотальным контролем. Проверить еду на вкус могут все родители, которым не безразличен этот вопрос. Сейчас записаться на приём в столовую стало проще. На всех сайтах общеобразовательных организаций размещено типовое меню, которое используется в работе. И ежедневное меню мы публикуем, для того, чтобы родители могли понять, что сегодня в рационе питания. На школьном портале появилась новая вкладка, где вы самостоятельно можете записаться и прийти попробовать то меню, которое ваш ребёнок каждый день кушает в школе. Акция «Родительский контроль» стартовала в Люберцах в феврале. Школьную еду уже успели попробовать более 400 человек. С начала нового учебного года нареканий по поводу качества питания от родителей не поступало. Но есть другие вопросы. Например, рацион завтраков и обедов для детей, страдающих аллергией. Эти точечные проблемы обсудили за круглым столом. Глава Люберец Владимир Ужицкий предложил отправить запрос в Министерство образования Московской области с просьбой скорректировать меню таким образом, чтобы оно подходило для всех учащихся. Луиза Игязырян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В люберецких школах грызут не только гранит науки. В этом смогли убедиться представители общественной палаты Московской области. Совместно с городскими коллегами они проверили, как организовано горячее питание в школьных столовых. Сытно ли кормят люберецких школьников и гимназистов узнавали мои коллеги. Завтраки в школе номер 27 начинаются после первого урока. В новом учебном году потоки разведены. Сначала в столовой приходят младшие классы. Одна перемена, одна параллель. Это добавило работы поварам, но на качестве блюда это не отразилось. Калорийность, она как раз соответствует потребностям возрастным. Меню включает в себя обязательно завтрак. Это каша, бутерброд, фрукт и напиток. Меню разработано и утверждено Роспотребнадзором. Школьное меню составляется сразу на 10 дней. Оно едино для всех учебных заведений округа и области. В гимназии номер 16 на завтрак дают такую же овсяную кашу и творожный срок, как и в других люберецких школах. За один учебный день здесь дважды успевают накормить около 2000 учеников. При этом качество питания соблюдается постоянно. Родители могут узнать, чем кормят детей. Вся информация находится в специальном разделе на сайте школы. Родители могут прийти в школу, записавшись предварительно, у ответственного за питание, и проверить и качество, и частоту, и соблюдение санитарного состояния во время приема пищи. Да, достаточно часто, но раз в неделю точно приходят родители. Мониторинг организации горячего питания в региональных школах проводит и общественная палата Московской области. Составлен график таких проверок. В первую очередь изучают меню, соблюдение санитарных норм на кухне и в столовой, общаются со школьниками. Самое вкусное что? Борщ. Борщ? Да. Часто дают борщ? Ну, достаточно, да. То есть тебе нравится? Да. А кашу какую любишь? Манная. Манную кашу любишь? Красавец. Безопасности школьного питания сейчас уделяется особое внимание, поэтому в ходе таких проверок грубых нарушений, как правило, не бывает. Чаще встречается отклонение технического характера, недостаточное количество посадочных мест, недостаточное количество умывальников. Меньше, очень мало отклонений, связанных с нарушениями методических рекомендаций. В ходе проверки нарушений в организации горячего питания в люберецких школах не выявлено. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. Во многих городах страны проходят митинги, посвященные этой скорбной дате. Жители Люберец по сложившейся традиции собрались напротив главпочтампа, где в 1937 году находилось здание НКВД. Ровно 10 лет назад на этом символическом месте появился мемориал. Память жертв политических репрессий почтили минутой молчания и возложением цветов. В митинге принял участие глава округа Владимир Ружицкий, представители общественных организаций, а также родственники репрессированных в советские годы граждан. В нашей общественной организации, когда я начала, приступила работать 15 лет тому назад, было 940 человек. На сегодняшний день в нашей организации числится 295 человек. Мы обзвонили всех людей нашей общественной организации, так как они в связи с эпидемией не могут прийти сегодня на митинг. Поэтому в 12 часов 215 человек зажгли поминальные свечи дома. Забыть вот то, что было, это невозможно. Вычеркнуть из памяти нельзя. 103 года назад история нашей страны разделилась на до и после. Октябрьская революция 1917 года поставила крест на эпохи империализма и положила начало созданию Союза Советских Социалистических Республик. Ежегодно, 7 ноября, Россия вспоминает события того времени. Выстрел крейсера «Аврора» обозвестил о начале больших исторических перемен в ночь с 7 на 8 ноября по новому стилю. В Петрограде группа вооруженных рабочих и солдат во главе с Владимиром Лениным захватила Зимний дворец и свергла Временное правительство. Большевиками была провозглашена власть Советов, а 7 ноября в календаре была окрашена в красный цвет. В Советском Союзе день Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года был одним из главных праздников. Его отмечали 7 и 8 ноября, которые были выходными. Проходили масштабные парады и шествия. Особенной для страны стала 24-я годовщина революции. Она пришлась на ноябрь 1941 года – трудные дни Великой Отечественной войны. Парад, который тогда прошел на Красной площади, приравнивают к важнейшим военным операциям. Он продемонстрировал миру силу русского духа. Его участниками стали почти 30 тысяч человек. С главной площади страны они уходили прямо на фронт. В честь этого события 7 ноября стало называться еще и Днем воинской славы. Отношение к празднованию Дня Октябрьской революции изменилось с распадом СССР. С размахом отмечать годовщину прихода большевиков к власти стало неуместно. В 1996 году событие было переименовано в День Согласия и Примирения. В 2005 году и вовсе прекратило свое существование в статусе праздника. С того времени День Октябрьской революции 1917 года отмечен в календаре только как памятная дата. В наше время 7 ноября – это повод вспомнить об исторических событиях столетней давности. Дарья Борисова, телеканал ЛРТ. 7 ноября – День воинской славы России. 79 лет назад, в самый разгар битвы за Москву, на Красной площади прошел легендарный военный парад. 28 тысяч красноармейцев прошли торжественным маршем по брусчатке и прямиком отправились на фронт. Наш корреспондент Луиза Егезарян погрузилась в тот исторический день. От примера советского правительства и нашей большинской партии приветствую и поздравляю вас. Этот парад не только поднял боевой дух советской армии, но и показал всему миру – Москва не сдается. На тот момент враг был в нескольких километрах от столицы, поэтому торжественное шествие красноармейцев и показ военной техники продлились всего лишь 15 минут. Парад вошел в историю как самый короткий по времени, но как самый грандиозный по своей идеологии. У Гитлера, конечно же, были планы уже захватить Москву и провести собственный парад на Красной площади. И когда он узнал о том, что Сталин в это время парад проводит в Москве, ну, Гитлер просто был в ярости, потому что он уже всем громогласно заявил, что вот-вот часы остались до падения Москвы и Советского Союза. Парад начался ровно в 8 утра. После речи Сталина первыми по брусчатке прошли пехотинцы, затем промаршировали отряды вооруженных рабочих и кавалеристы. За ними последовала техника, танки, минометы, пулеметы, орудия средней и большой мощности. Планировалось участие 300 самолетов, но в то утро был сильный снегопад и пурга. Воздушную часть отменили. В 10-й школе, сейчас это вот лицей Гагарина, был сформирован 457-й стрелковый полк, который участвовал в этом параде и который после парада отправился, говорится, на фронт. По тем данным, которые у нас сохранилось, участвовало 12 люберчан. Новости о параде быстро разлетелись по всему миру. Это событие дало старт крупным победам советских войск в Великой Отечественной войне. В том же году Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила немцев на сотни километров от Москвы. Парад явился предвестником победы наших войск под Москвой. Именно здесь, под Москвой, мы доказали, что нацистские и фашистские войска можно бить. Каждый год 7 ноября на Красной площади проходит реконструкция легендарного военного парада. Эту традицию ввели в 2013 году. На этот раз ее пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Но, несмотря ни на что, эта дата навсегда заняла особое место в нашей истории. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Сильных спортсменов воспитывают сильные наставники. В Люберцах отпраздновали День тренера. Наградами отметили лучших педагогов школ Олимпийского резерва. Подробнее в репортаже моих коллег. Знак отличия за доблестный труд. Для Ольги Рогозинской награда более чем заслуженная. Юных фигуристов она тренирует уже 30 лет. За это время вырастила шестерых кандидатов в мастера спорта. Ее воспитанники – постоянные участники и призеры первенств России. Ольга Александровна говорит, успех спортсмена на 90% состоит из труда и только на 10% – из таланта. Конечно же, не все дети имеют талант. С другой стороны, все дети хотят заниматься. Особенно фигурное катание – он достаточно популярный вид спорта. И все хотят научиться кататься. И поэтому, конечно же, если ребенок желает, хочет и может, то тренер всегда поможет. Знаки отличия за плодотворную тренерскую работу вручил Владимир Ружицкий. Он отметил вклад каждого педагога в достижение спортивных результатов округа. Я благодарен каждому из вас, потому что каждый из вас вносит именно ту крупицу, наши общие результаты, что мы на самом деле звучим. И наши мальчишки, девчонки и более взрослые спортсмены достигают достаточно хороших результатов. Глава округа вручил награды еще двум педагогам. Знаки отличия получили тренер по теннису Наталья Петринская и тренер по художественной гимнастике Надежда Шайдурова. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания.